Всем привет, всем доброе утро, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Олеся. Вчера мы с вами закончили влог на том, что Ваня потерял паспорт, Ваня потерял все свои документы, вернее как он ехал в автобусе, в маршрутке и вышел без рюкзака. Или он забыл, или не знаю, в общем, что там случилось. В общем, он забыл рюкзак в маршрутке. Долго искали, потом уже, когда понял, что рюкзак не дома, а он его забыл в транспорте, связывался он со всеми маршрутчиками, смотрел телекамеры на вокзале. В общем, искал везде-везде, обратился в милицию, что потерян документы, потерян рюкзак. И мы писали во все социальные сети, писали объявление, телефон его, пожалуйста, откликнитесь, может кто-то нашел. Вот, последняя информация, вчера на ночь глядя, они уже, кстати, пошли восстанавливать паспорт с Вероникой, пошли в паспортный стол, потому что я побоялась, что времени мало до отлета, и мы можем так вот ожидать, что кто-то отзовется, а никто не отзовется, время будет упущено, он не сможет прилететь. В общем, они пошли в паспортный стол восстанавливать паспорт, и уже когда писали заявление, оформляли документы, им позвонил кто-то, Ваня позвонил на этот телефон, который мы указывали во всех объявлениях, и сказал, что вроде бы документы у него. Человек находится в другом городе, то есть рюкзак уехал в другой город, вот, поэтому сегодня вот Ваня должен поехать на эту встречу. Я уже не знаю, как там условия передачи, я так поняла, что самого рюкзака вещей нету, но часть документов есть в наличии, вот так. Короче, девчонки и мальчишки, потом включусь, расскажу, чем это дело закончится. Я очень надеюсь, что он сможет вернуть паспорт, потому что там виза, права, кстати, утеряны, их нигде нету у этого человека, вот он перечислил, что у него есть. Я так поняла, что прав там нет, права потеряны безвозвратно, их надо будет восстанавливать. Вот, ну, какие-то документы вроде бы есть. Самого рюкзака где-то его выкинули, его нет. Вот, все, короче, вот жду теперь новостей от Вани. Я вчера очень сильно расстроилась, поэтому я очень надеюсь, что смогут вернуть паспорт с визой, и Ваня сможет прилететь, потому что у них завтра выезд, и, ну, никак, никак невозможно просто восстановить все документы до отъезда, если заново все делать. Вот такие дела. Так, сейчас я бегу, мне нужно сходить на рынок, у нас сегодня рынок. Я хочу гречки купить. А еще перед рынком я зайду в цветочный магазин. У нас есть один новый цветочный магазин, не тот, в котором я всегда покупаю, соседний. В нем много интересных вещей, каких-то для этого, для интерьера, какие-то интересные вещи, цветы в красивых вазах. И я чего-то дойду, у нас женятся друзья, вернее, они женаты давно, но они хотят сделать свадьбу в церкви, в Кезе. И в качестве подарка открыто лист одиноца, да, то есть подарочный лист, в который все вот друзья, которые идут, мы сдаем деньги, получается, их туда добавляют, в этот лист, как бы такой получится в итоге сертификат. Вот, и, в общем, я хочу пойти сдать нашу квоту за нашу семью. Я в цветочном магазине уже сделала свои дела. Ой, как здесь красиво, если бы только ощущали аромат цветочков. Так, все, в цветочном побыла, теперь на рынок. Я решила пойти пешком, хотела с девчонками, но они отказались. На рынок пешком, потому что здесь невозможно найти парковку. Я потом буду просто плутать, не буду знать, где ставить машину. Поэтому я быстренько дела поделаю ножками, потом за девчонками, и мы уже поедем с ними на пляж. Я, кстати, даже, видите, в купальнике уже, я готова загорать. Так, ребятки, приехали мы с моря. Только что с девчонками накупались на пляже. Сегодня было очень много народу. Что мне нравится на нашем пляже, что по утрам, где-то в 11-11.30, начинаются зарядки и танцы. Такие танцы по колену в воде, зарядка по грудь в воде. Каждый раз, как только Розалия мне позволяет, я присоединяюсь, я разминаюсь, я танцую. Я хочу погудеть. Но на самом деле вес у меня только прибавляется сейчас. Ну, как бы ладно, это так, лирическое отступление. Что я хотела рассказать? Звонил Ваня. Вчера вечером позвонил. Они уже пошли вчера на всякий случай делать новый паспорт, подавать документы. Но все-таки кто-то отзвонился, мужчина какой-то, сказал, что он из Щечерска. И что документы у него. Их передали в милицию. А Ваня проехал уже, забрал их в милицию. Вот, рюкзак с вещами выкинули. Я не знаю, как это произошло и что и как. Рюкзак потерян, рюкзака вещей нету. Там были, он ввел свечи Вероники. Их выкинули. Но все документы в полном составе Ване вернули. Я настолько рада, вы не можете себе представить, завтра у них поезд на Москву. То есть, вот если бы сегодня не произошла эта передача, путешествие могло бы или скомкаться, или вообще сорваться. Мама! Так что я безумно рада, все хорошо. И сейчас Ванюшка мой уже забрал документы и едет в Гомель. Вот такие дела. Так что большое спасибо всем, кто сделал репост. Ребята развешивали объявления по всем остановкам, во всех транспортных средствах. Также мы по всем группам, во всем социальным сетям тоже кинули объявление, что разыскиваются эти документы. Я не знаю, каким образом этот человек наткнулся на телефон. Но я так понимаю, что он увидел где-то объявление и стал звонить Ване. Так что большое спасибо, кто сделал репост. Может быть, именно ваш репост нам помог. Так что я очень рада. Мы можем уже спокойно планировать Ванину отпуск. Потому что, знаете, вчера, конечно, я очень расстроилась, что он может не приехать. Вот. Так что все хорошо. Я очень рада. Это я на рынке, Розали, купила... Канилет. Прыг-прыг, да. Купила ей раскрашку с наклейками. Сейчас они тут, Женька, и красили. Что, будем клеить, да? Приклеим? Куда его надо, канилета? Куда этого надо, зайчика, приклеить? Давай найдем. Этого, да? Ну, давай его приклеим куда-нибудь. Так что, Розалика занимается. Я варю некую фасоль на обед. И дамо. Давай, найдем. Где этот? Нет, не здесь. А где был канилета? Хм. Откуда он взялся? Где зайчика надо приклеить, дочка? Где? Нет? Тут? И тут нету? Подожди. Сейчас мы приклеим зайца. Это вопрос первоочередной важности. Здесь нету зайчика. А где же... А вот, ура! Смотри, вот он. Клей сюда его, давай. Вабыны. Вабыны. Ой, ребята, как хорошо, когда все находится. Ну, самое главное, что... У меня нет анкора. Да, еще анкора. А этого надо красить. Вот, короче, такие дела. Спэта? Помоги. Да. Нет. Нет. Розалия, не пьешь это. Спэта. 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 Не, 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 не. Нет. 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 Давай, два. Funсиона, функиона. О, вау! Funсиона! Еще, еще, еще. Скоро, давай, еще. Еще. Funсиона. Давай вместе. Давай. Дуй. Funсиона, смотри. Давай. Вау! Вау! Скоро, скоро. Еще? Давай. Мы пришли домой с прогулки с Розалией. Я сделала покупки. Всякая домашняя еда. Сейчас покажу, что я там покупала. И заодно еще зашла в один магазин парфюмерный. Здесь купила я себе аромат. Меня спрашивают девчонки, что я тогда выбрала, когда мы ходили гулять по магазинам. Я собиралась купить аромат. Я тогда ничего не выбрала, ничего не купила, потому что Розалия раскапризничалась. Как-то я пробовала аромат. Этой зимой я слушала какой-то новый герлен. Что-то была новинка какая-то. Я в Сифора слушала. И что-то вот... Ну, я запомнила, что он был вкусный. И хотела купить его на скидках. Сейчас я зашла в Сифору. И скидок на него нету. Причем я стала слушать ароматы герлен, которые были. И вы знаете, что мне ничего не понравилось. Может быть, потому что... Ну, я, во-первых, нервничала, спешила. Розалия капризничала. Во-вторых, не было скидок. А в-третьих, я не узнала тот аромат, который мне очень понравился зимой. Я не записала, как он называется, сфотографировала. Вот. Так сейчас по пыхах. У меня не было времени ее там доставать, его искать. Я стала нюхать себе подряд ароматы герлен. Мне консультант предлагал. И что-то вот я на тот аромат не наткнулась. Может быть, зимой мне он понравился, потому что другая температура, другая погода. И вот он мне по то настроение подошел. А вот на днях, когда мы были в магазине... В общем, я его не узнала. Плюс на герлен не было скидок. Думаю, ладно, я, может быть, подъеду потом в другой раз. Его одна спокойно послушаю. Вдруг я куплю. Ну, чтобы не купить то, что мне потом не будет нравиться. Приеду сама в спокойной обстановке и понюхаю. Вот. А сейчас просто как бы зашла в соседний магазинчик. И вот этот вот заприметила. Диор. Гипнотик. Значит, гипнотический яд. Гипнотик поясом. Диор. Чем-то он вот мне напомнил... Знаете, у меня есть лавейбель. Какими-то нотками он мне его напомнил. Своей сладостью. Но не такой приторный, как лавейбель. Мне он очень нравится, лавейбель. А муж, он его вообще задыхается от этого аромата. Вот этот вот вроде бы немножко полегче. Слушала я также мисс Диор. Что-то он, мне кажется, слишком свежий. Что-то... Ну, вот не подошел. Честно говоря, сейчас в жару я вообще... Ну, вот когда я хожу на пляж, когда вот такая вот у нас пекла. Я весь потный, мокрый. Вообще не могу ничем, никакими ароматами. Я не пользуюсь. Максимум это немножечко в лампочку. Ну, вот себе в такой вот в кулончик аромамасла. Или вот я просто пользуюсь гелями для душа, которые с каким-то ароматом. С небольшим, да. Вот этот вот мне Галина дарила. Галинка, я Италия моя, привет тебе, большой. Вот такой вот Стиары от Ботега Верде. И вот этот у меня тоже Ванилья Неро от Ботега Верде. Очень мне нравятся оба. То есть, когда жарко, там 3-5 раз за день принимаешь душ, я принимаю его с каким-то немножечко с ароматизированным гелем. Вот. Ну, а как на вечерний вариант, сейчас взяла себе вот такой. Тоже очень такой сладкий, душный. Но я любитель таких ароматов. Вот. Поэтому я вот сегодня его попробую. Мы пойдем вечером на свадьбу. Я хочу подушиться именно им. Так. Мне, конечно, нам наложили всяких пробников. И что, что там накидали. Лореаль. Что-то такое. Новинка. Для пели-люминоза. Какой-то типа хайлайтер-блестятель для кожи. Для кожи какой-то. В общем, почитаем потом. Разные штучки. Хорошо. Спасибо большое. Будем пробовать. Так. И еще что-то положили. А это что? А это что? И еще каких-то. Вот видите. Пельер. Что-то прям для кожи. Что-то. Органик. Антиоксидант. Доча крема. Ну, вот тоже ароматизированные кремы для душа. Спасибо. И мне сейчас это очень. Это все очень актуально. Тем более пробник кинул с собой на пляж. Да. Там после бассейна. Смыть крем солнечный. И морскую соль и хлорку с кожей. О. Мерсиб. Не мерсибочки. Вот таких мне сейчас больше надо, чем кремов всяких. Кремами с трудом. Сейчас заставляю себя мазаться кремами. Даже солнцезащитными. Даже дневными кремами с трудом. Потому что слишком жарко. Невозможно. Мне неприятно, что на коже что-то я ощущаю. Так. Ну и что мы купили в магазине? Бумажку туалетную купили. Лук. Лук, лук. Розалия очень захотела вот это. Это какой-то копченый сыр. Я такой вообще не покупаю никогда. Но вот она прям ей очень надо было это испробовать. Вот это тоже Розалия. Она очень много есть моркови. Она у нас маленький зайчик. Вот. Мы чистим большие морковки. Или вот такие маленькие снеки. Бэби карот. Покупаем. С огромным удовольствием она грызет. Это тоже Розалия захотела. В общем, сегодня покупки делала Розалия. Персики вот такие вот приплюснутые. Которые я просто обожаю. Инжирный, да? По-моему, называется персик. Кстати, почем тут за килограмм? Девочки меня все спрашивали. Говори, почем за килограмм? Смотрите. Два евро за килограмм. Такой персик стоит. Так. Я брала, получается. Я брала. Сколько здесь? Килограмм пятьсот шестьдесят пять грамм. Три тринадцать обошлось. А вот это я не посмотрела. Почему? За килограмм, по-моему, было два сорок за килограмм. Два евро сорок центов. Так. Еще я взяла вот такое. Но вот хочу сказать, что Розалия уже хочет отказываться. И я ее в этом поддерживаю. Вот сейчас, например, она не захотела с утра надевать. Ей неудобно жарко. Она хочет в обычных. И уже пользуется у нас с переменным успехом всякими насадками на унитаз и горшочком. У нас еще есть целый месяц, чтобы полтора месяца, чтобы хорошо всем этим научиться пользоваться. Потому что в садик деток принимают без подгузников. Так. Взяла еще вот такой Филадельфию сыр. Цену, ребят, не помню. Не посмотрела. Спаржевая фасолька. Цена. Два девяносто девять за килограмм. У меня тут четыреста пятьдесят пять грамм. Евро тридцать шесть. Мне все время хочется сказать рубль тридцать шесть. Вот такая привычка, да? Всякие женские штучки. Масло. Такое вот большое. Кстати, оно, видите, как растаяло, пока я ходила по магазинам. Прошутто круто. Прошутто. Прошутто кладу в бутерброды в Панини мужу на работу. Но и девчонки очень любят. Просто так. Цену не вижу. И сыр такой нарезанный. По семь девяносто за килограмм. Семь девяносто. Называется сыр Эментал Баварези. Баварези. Это баварский сыр, короче. И, значит, здесь двести четыре грамм. Один за пятая шестьдесят один евро. Это Розалия уже съела по дороге. Это Розалия тоже. У нас, видите, половину Успеза сегодня все сложила Розалия. Половину покупок. Это я припрячу девчонкам. И все. А, нет, еще. Еще песто. Вот такое. Обожаю. Песто. Дженовезия. Базилика. Значит, песто по-генуэзски. С базиликом, с кедровыми орешками. Тема покупка обошлась в тридцать два. Тридцать два, запятая двадцать девять евро. Это то, что я покупала в супермаркете Док, обошлось мне в тридцать два, запятая двадцать девять евро. Как-то так. У нас уже двенадцать тридцать, так что я сейчас буду готовить обед. Вот. Потом будем ложить Розалию спать после обеда. Отдыхать. И собираться сегодня вечером мы идем на свадьбу. Это наши друзья. Мои друзья в первую очередь. Ну, также и Фабио. И Женя дружат с мальчиком. Поэтому мне очень приятно. Ну, они даже последний год вместе учились. Такие дела. Так что там не будет какой-то грандиозной свадьбы. Но они расписываются, получается, оформят церковный брак. Нас пригласили в церковь. И потом вечером пригласили также на Талюди торта. То есть будут разрезать свадебный торт. Дома. И устроят танцы во дворе. У них там есть немножко сад. Территория открытая, на которой можно... Да, девушки мне пишут. Просят передать привет. Наталья Буркот. Привет. Я вам передаю официальный привет. Всем передаю большой привет. Всем ребятам, девчатам, мальчишкам и девчонкам. Всем, кто мне комментирует. Я сейчас передаю вам лично огромный привет. Мне очень приятны ваши комментарии. Я всегда на них отвечаю. Когда мне пишите замечания там по поводу качества съемки, по поводу еще чего-то. Я все учитываю. Даже если я, может быть, иногда не отвечу. Потому что, знаете, иногда, ну, не всегда комментарии приятны. Иногда пишут, да, но тебе делают замечания по существу. И это действительно нужно исправить. И я знаю за собой этот грешок, знаю эту ошибку. И я даже могу не ответить, потому что у меня не найдется подходящих слов. Но я все равно все ваши мнения учитываю. Конечно, я снимаю свои влоги и делаю это, исходя, во-первых, из своих возможностей. У меня все-таки я мама. И в первую очередь я должна уделять время своей семье и детям. Оставшееся время я могу посвятить своему вот этому занятию. Съемке влогов, съемке видео. Но поэтому у меня где-то может быть и качество страдать. Я все набегу, так кусками снимаю. Уже извините, пожалуйста. Но все равно я все ваши мнения учитываю. Я все запоминаю. Все, что вы, где мне указываете, на мои ошибки. Очень много у меня комментариев, в которых вы пишите мне спасибо за влоги. Это вам спасибо, что вы меня смотрите. Я счастлива просто делиться. Если мы куда-то выезжаем в красивые новые места, я просто счастлива поделиться с вами этим. Я счастлива, что у меня есть такая возможность. Я с огромным удовольствием снимаю Италию. Новые места, в которые мы ездим. И те места, в которых я уже была. Тот же центр Бари, улицы Старого Города. Вы уже 150 раз видели в моих влогах. Но я их все равно снимаю. Потому что я знаю, что есть люди, которые хотят съездить в это место. Им интересно. Или они уже были там. И для них это приятное воспоминание. Кому-то просто интересно посмотреть, как живут другие. Мы не часто куда-то ездим. Но каждый раз, когда выезжаем, я обязательно достаю камеру. И обязательно стараюсь снять для вас кусочек этой итальянской красоты, итальянской жизни. И не только красоты. Я рассказываю обо всем честно. Все как есть. По крайней мере, так, как я вижу. Если я вижу какой-то недочет, то я честно рассказываю и про то, что я вижу, где что-то не так. Кстати, сейчас обратила внимание, как я чудесно загорела. Видите, в шапочке. Мы на пляже. Вот надо всегда одевать шапочку в бассейне. Так нельзя без шапочки ходить. И я наблюдаю. Очень хорошо видно, как проходит шапочка. Вот так. Так что, такие дела. Мы сегодня на пляж не пошли. Я специально осталась дома, чтобы иметь возможность немножко отдохнуть. Чтобы у меня было время сделать прическу. Там прийти себя в порядок. Ну, как сделать прическу? Тут я лаком не могу пользоваться в эту жару. Мне очень жарко. Поэтому я просто вымою голову и высушу. Насколько хватит. Да, аккуратной укладки. Настолько хватит. Ну, как есть. И еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто репостил наши объявления о том, что Ваня потерял документы. Кто уже видел в социальных сетях, кто видел в комментариях. Да, документы нашлись. Через полтора суток. Прошло полтора суток после того, как Ваня потерял свой рюкзак. И отзвонился человек, позвонил мужчина из другого города. Все документы там нашлись. Все, что было в рюкзаке. И ключи, и карточки, и все-все там паспорт, распечатки, билеты. Все, что было. Все, все Ваньке вернули. Вот такие дела. Поэтому все хорошо. Сегодня Ваня выезжает на Москву. Слава Богу. Мне, знаете, даже девушка одна позвонила или написала в Инстаграме. Уже не помню, да, мне сказали, что столько народу за вас молилось, чтобы документы нашлись. Конечно, по-другому быть и не могло. Конечно, они нашлись. Спасибо всем большое за помощь всем, кто делал репост. Все нашли, все хорошо. Ваня едет. Все, слава Богу. Ребята, мы собираемся сейчас пообедать. Я сегодня приготовила спагетти. И тут очень сложная у меня заправка. Грибы, лук, панчетто и, как называется, синенькие баклажаны. В сливочном соусе. Я не знаю, что это будет. Я надеюсь, что это будет вкусно. И также я сделала котлетки. И, конечно же, у нас будут овощи и фрукты. И приятного вам аппетита и вам всем тоже. Так, у нас здесь тазик сладкого попкорна с карамелью. Фокача свежекупленная. И что мы делаем? Мы смотрим Гарри Поттера. Я на этом свой влог заканчиваю. И встретимся с вами в новом видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok